Комплексным планам предусмотрены к передаче в конкурентную среду 3 дочерние компании и 17 аффилированных, с совокупной балансовой стоимостью более 140 миллиардов тенге. Холдингом утверждены дорожные карты и мероприятия по ним внесены в госреестр. Что касается дочерних компаний, по Казаграм-маркетинг, основные мероприятия дорожной карты по подготовке находятся на завершающем этапе. Первое, права собственности на информационную систему идентификации сельхозживотных от Казаграм-маркетинга переданы в МСХ. Второе, в соответствии с законным обязательным страхованием растеневодства, функции агента по страхованию растеневодства переданы от Казаграм-маркетинга в Казагра-гарант. И третье, проведена работа по организации Казаграм-маркетинга в ТО, утверждены внутренние документы. В настоящее время анализ ТО Казаграм-маркетинга осуществляется двумя потенциальными стратегическими инвесторами, работающими в сфере IT. Мы планируем в течение первого квартала текущего года получить от потенциальных инвесторов окончательные решения. И в случае отказа Казаграм-маркетинг будет выставлен торги согласно графику. По Казаграфинансу в соответствии с решением Госкомиссии продолжается работа по поиску стратегии инвестора. Холдингом через сеть Deloitte осуществляется поиск покупателей из числа мировых производителей сельхозтехники, финансовых институтов, институтов развития и фондов прямых инвестиций. Всем этим организациям направлены предложения о покупке КАФ. По итогам предварительных переговоров уже подписаны соглашения о конфиденциальности с семью компаниями. В соответствии с утвержденным графиком лизации завершить процесс переговоров, определить условия продажи и вынести их на рассмотрение Госкомиссии планируем до конца первого полугода текущего года. По Казагропродукту, продажа Казагропродукта способом адресной продажи компании «Стратегинвестор» также рассмотрена на Госкомиссии и одобрена. Компанию планируется продать с условием сохранения текущего профиля деятельности в местном животноводстве. В настоящее время вопрос приобретения Казагропродукта изучается с зарубежными отечественными инвесторами, которые работают в местном животноводстве, и многопрофильными инвестиционными компаниями. Завершить процесс поиска инвесторов, определить условия продажи и согласовать их на Госкомиссии планируем во втором квартале текущего года. Это вот что касается дочерней компании. Что касается аффилированных компаний. По 17 аффилированным компаниям на текущую дату переданы в конкуренцию среду 5 организаций в отношении 10 микрофинансовых организаций торги, по которым признанные несостоящиеся проводятся мероприятия по взысканию задолженности перед Фондом финансового поддержки сельскохозяйства, и после чего компания будет ликвидирована в установленном законодательстве порядке. По ТО Казмит в соответствии с установленными процедурами проведены торги, которые признаны несостоящимися из-за отсутствия покупателя, в связи с чем компания находится на этапе ликвидации. Мы его планируем завершить в текущем году. По ТО Казмит проведены мероприятия по продаже 30% доли участия в соответствии с процедурами торгов, однако торги признаны несостоящимися, в настоящее время проводится работа по республикации задолженности перед ТО перед дочерними компаниями Холдинга, по ее завершению доля участия Казмит будет повторно выставлена на продажу. Таким образом, в соответствии с утвержденным графиком, планирующейся на 2017 год, все торги своевременно проведены, непроданные компании будут ликвидированы. Сегодня перед нами стоит задача передачи конкурентной среды трех дочерних компаний и одной аффилированной организации, которые в соответствии с планом будут полностью завершены в 2018 году.